Каждый уголок Карачао-Черкесии прекрасен и человек, хоть раз побывавший здесь, не остается равнодушным к местной природе. Помимо известных всему миру курортов Архыс-Индамбай, в республике есть множество укромных уголков, не менее прекрасных, куда просто так попасть невозможно. А требуется специальное разрешение, поскольку по территории Карачао-Черкесии проходит участок границы России с иностранным государством. Как отдохнуть в приграничной зоне и не попасть в сложную ситуацию, выяснила Мадина Каракетова. Тимур Агержануков этим летом решил провести неделю отпуска в горах, насладиться лесом. Но место, которое он выбрал, в пограничной зоне и требуется разрешение на пребывание на заветной территории. Поэтому Тимур за две недели до намеченной поездки обратился в пограничное управление ФСБ России по Карачао-Черкесии. Очень удобно, никаких проблем. Приходите сюда, заполняете заявление, все, через две недели, это максимум. Вам выдают разрешение, вам выдают пропуск. Все, едете отдыхать. Тимур Агержануков воспользовался одним из трех доступных способов оформления пропуска. Обратился лично в погрануправление, поскольку он житель Черкесии и до ведомства два шага. А вот друзья Тимура из Новосибирска, которые планируют присоединиться к нему на месте отдыха, а уже через несколько дней воспользовались способом оформления пропуска, удобным для них. Я местный, мне как бы проще сюда заехать, здесь заполнить. А вот мои друзья, они, например, могут заполнить по интернету и на их непочтовый ящик, то есть погрануправление, высвать и получить также пропуск на приграничную зону. Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Карачаевой-Черкесии Денис говорит, что пропуски друзей Тимура будут готовы в течение 15 рабочих дней, так как они граждане России. Так что планы отдыхающих нарушены не будут. Такие же сроки для тех, кто предпочел оформить документы еще одним удобным способом – через полыртал Госуслуг. Денис уточняет, для граждан России пропуск необходим в 5-километровую зону, а для иностранных – граждан и в 5-километровую зону, и в пограничную зону. Но для них срок оформления – до 30 рабочих дней. В настоящий период уже после снижения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящий период туристический поток начал увеличиваться. Около 10 тысяч человек уже оформили пропуска для посещения 5-километровой пограничной зоны на территории республики. Основное место посещения в настоящее время являются кислые источники в поселке Пхия. Там более 5 тысяч человек. Пропуски оформляют как индивидуальные, так и коллективные. Для граждан России, проживающих за территорией Карачаева-Черкесии, документ, разрешающий отдых близ границы, оформляется на один год. Индивидуальный коллективный пропуск можно оформить для граждан, проживающих в Карачаево-Черкесской республике, имеющих регистрацию не в приграничных районах, до трех лет. Граждане, проживающие в приграничных районах, Карачаевском, Зеленчукском, Урубском районе, для посещения 5-километровой зоны пропуск не нужен. А посещают данную зону с документами, удостоверяющих личность. Мадина Каракитова, Али Бастанов, Павел Ашмарин, Вести Карачаева, Черкесия.